Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугач из Израиля, и мы будем говорить, как всегда, о бариатрии. Теперь давайте не будем с вами ходить вокруг-докол, а конкретно прямо пересходим к контенту. Кто и что, вы уже, наверное, знаете. Если нет, посмотрите мои прошлые видео. Самое главное, самое главное, как я буду начинать все свои видео, о том, что я не доктор, я не врач, я не имею медицинского образования. Поэтому все, что сказано в этих и других видео, это всего лишь мои советы и то, как поступаю я. Как я худею, как я ем и прочее. Для начала, хотел бы с вами поделиться одной хорошей новостью. Со сегодняшнего дня, после просмотра данного видео, вы сможете кушать практически, что вы хотите, и вы не будете худеть. Это видео относится больше к тем, кто прошли бариатрическую операцию. Скорее всего, данный метод, он подойдет тем, кто не делали бариатрическую операцию, но он очень-очень будет для вас сложный, поверьте мне на слово. Потому что я смог практически взломать код нашего организма, по крайней мере на своем опыте, и у меня все хорошо, я продолжаю худеть. Забегу вперед, скажу, я весил в начале своего пути 180 кг. Сегодня мой вес составляет примерно около 100 кг, и я надеюсь дойти до примерно 85 кг. Скажем так, мой идеальный вес, который я думаю, что мне подойдет, это примерно 85-90 кг. Но ничего, дорога еще есть, поэтому будем с вами работать вместе. Значит, о чем же я хотел с вами поговорить? Как же у меня получилось сломать, взломать этот код? Все очень просто, на самом деле. Вот смотрите, несмотря на то, что я бариатрик уже более 12 лет, я прекрасно понимал, как это работает, да, но окончательно оно дошло ко мне вот буквально месяца два тому назад. Потому что я решил попробовать кое-что, что я не то, что не пробовал, да, это то, что я всем советовал. Я не хочу говорить, что я пренебрегал своими советами, нет ни в коем случае, просто у меня получилось. С чего же мы начнем? Что кушать, как кушать, это в принципе не важно. В принципе не важно. В чем основная мысль любой операции? Просто мне немножко трудно говорить на эту тему, потому что у меня в голове очень много информации, я хочу донести ее вам простыми словами, но я прекрасно понимаю, что простыми словами у меня не получится до вас ее донести. Поэтому наберитесь терпения и главное это уловить основную мысль. Ваше здоровье, чаек. Что же на самом деле происходит? Любой бариатрик, сейчас не важно какая операция, ну естественно не дай бог бандажирование кольцо, если вы ставили, мне вас жаль, убирайте его и переделайте в другую операцию. Что же на самом деле происходит? Мы можем видеть такую тенденцию. Очень много бариатриков в начале своего пути, как только сделали операцию, как правило в первые месяцы 3-го года, очень сильно интенсивно худеют. Все мы знаем, что самый интенсивный сброс веса у нас примерно в первые полгода, примерно, потом вес уходит поменьше и через год-полтора мы понимаем, что мы не дошли до нашего веса. Ну это статистика, да, это нормально. Я знаю случаи, которые после бариатрии, особенно те, кто делали слив, резекцию желудка, через 2-3 года после операции набирают больше, чем они были до операции. Получается как? Начинаете думать, блин, операция не работает, что же это такое? У меня тоже она не будет работать, что же делать, куда бежать? Ребята, все на самом деле очень просто. Большинство из нас, когда идет на такой шаг кардинальный, как бариатрическая операция, да, сейчас неважно какая, кроме бандажирования, потому что это, я про это даже говорить не хочу, это операция, которая не подтвердила себя, и всем было ясно, что она не будет работать. Что же происходит на самом деле? Мы худеем, да, и получается, что после операции наше количество еды, оно, ну, как очень-очень маленькое. И человек, который не готов психологически к этому, пытается в себя впихнуть больше. И сейчас неважно какая это операция, если это шунтирование, мини-шунтирование, сади, или же резекция. Естественно, что статистика самая худшая, если мы возьмем эти 4 операции, да, она у резекции, естественно, потому что все как бы понятно, как отчина, да, что человек отрезал желудок, потом он его растянул. Я сейчас не буду говорить о побочках, которые были, не буду рассказывать свой опыт, почему я делал вторую операцию, это неважно, я уже много раз рассказывал, посмотрите прошлое видео, вы все поймете. В чем же заключается взлом кода, и как же на самом деле нам не потолстеть? Прежде чем делать бариатрическую операцию, я всем советую, пойдите к психологу, к психиатру, проверьте голову, да, после головы проверьте гормоны. И дальше самая интересная кульминация заключается в чем? Это количество пищи. В бариатре, когда сделать бариатрическую операцию, сейчас неважно, это мальчик или девочка, естественно, конечно, да, мы с вами понимаем, что метаболизм у мужчин гораздо лучше и быстрее, чем у женщин, потому что мужчины не ждут такого экстренного случая под названием беременность, а женщины ждут. Поэтому женщинам всегда, еще раз, всегда, эта физиология такая, похудеть медленнее. Ну, еще раз, это нормально. То, что мужика займет, скажем, 3 месяца, у женщины займет 4 месяца, полгода, это нормально. Нам нужна тенденция. Теперь, что же это за метод такой? Понимаете, когда, особенно те, кто смотрит это видео, кто, скажем так, первый, до года после операции, прекрасно помнит, да и все бариатрики, да, но особенно те, кто вот свеженькие, они прекрасно понимают и помнят, что количество еды у них было очень маленькое. И они потихоньку, потихоньку, потихоньку набирали количество. То есть, за один раз у них была порция, это актимелька маленькая, йогурт какой-нибудь там, да, потом все больше, больше и больше. Что происходит? Мы растягиваем желудок. Поэтому вначале операция работает, потому что мы очень-очень мало едим и почему-то не умираем от этого. И потом мы начинаем кушать все больше, больше, больше и больше. Я всегда говорил и буду говорить, ребята, старайтесь держать количество принятой вам пищи, и не важно, сейчас это жидкая пища или твердая пища, до количества одного одноразового стаканчика. Ребят, я из тех, кто я не призываю вас считать граммы. Этот способ не будет работать. Все почему? Потому что есть те, кто, да, сидят и считают калории, граммы высчитывают. Я не хочу, чтобы вы заморачивались. Я не хочу, чтобы вы занимались ненужными вашими делами. Я хочу, чтобы вы занимались конкретно то, чем вам надо, дела, которые у вас есть, и при этом не мешали себе жить, потому что это вот подсчеты калорий, это забивает вам голову. Еще раз, это моя точка зрения. Теперь, если вы будете кушать, как я уже говорил, по примерно стаканчику одноразовой еды, еще раз я не говорю, что взять еду, да, и утрамбовать его в стаканчик, вот то, что вошло, то и есть. То есть ваша трапеза. Ее хватает примерно на 3 часа. Теперь, в чем основной механизм вот этой вот всей темы, о чем я вам рассказываю? Бариатрики, которые уже со стажем, как я, или, скажем, которому уже пару лет после бариатрической операции, могут сказать такую вещь. Женек, мы кушаем порции, в общем, все, не говорю 99%, все скажут, мы кушаем больше, чем мы кушали, скажем, в первые там полгода после операции. С вами соглашусь. Почему? Мы взяли и растянули желудок чуть-чуть. И сейчас не важно, какая операция, заметьте, не важно, кроме бандажирования. Что же происходит? Мы растягиваем в себе желудок. Сейчас неважно, это маленький желудок или большой желудок, мы его потихонечку растягиваем. И что происходит дальше? Когда мы принимаем пищу, мы пытаемся насытить свой желудок, вкинуть в него больше. Желудок – это такая зараза. Даже если его отрезать, он как резинка начинает со временем увеличиваться. У некоторых увеличивается больше, у некоторых увеличивается меньше. Всегда после этой операции, сколько бы вы ни кушали, желудок будет чуть-чуть у вас увеличиваться. То есть, если мы взял статистику, проверьте меня на слово, не надо как бы мне верить, просто проверьте, что любой бариатрик по статистике, вот если мы берем максимальный вес сброса в 100%, скажем, человек весил 200 кг, к примеру, и опустился минимально до 100 кг, то есть, он скинул 100 кг, 30% от этого он наберет обратно. То есть, он в конце концов похудеет примерно на 70 кг. Это статистика. Как же быть, что делать? Рассказывают. Проверьте мой способ на себя. Естественно, если вы хотите это сделать, я советую вам все равно обратиться к вашему лечащему врачу, чтобы он подтвердил, можно ли вам это делать или нет. Мало ли, вдруг вот есть какие-то медицинские проблемы, и он не может это делать. Вернитесь к своим порциям, которые были у вас примерно через 3 месяца, максимум полгода после операции. Это тот же самый одноразовый 1 стаканчик. И, естественно, по минимуму супов. Потому что суп это, еще раз, мы можем с вами поспорить на эту тему, но с моей точки зрения, это лишние калории, которые вошли и вышли, ничего хорошего и не сделали. Оставили только плохого, кучу сахара в крови и прочее. Когда вы начинаете толстеть обратно, если вы вспомните себя, вы же не набрали вес за 1 секунду. Вес набирается, как пояс. Начинаете кушать, 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 и потихоньку, потихоньку, потихоньку вес идет. Простите. Теперь, когда вы хотите остановиться, вы останавливаетесь, начинаете есть, если есть мало, но вес продолжает расти, потому что если инерция, это как пояс, его очень трудно раскочегарить, но потом он несется. А как его останавливать? Вот это вот самое главное. Вот теперь я подхожу к кульминации этого, извиняюсь, видео. Простыл немножко. Не корона. Простите. Так вот, что же самое главное? Когда вы поймете, что вы захотите обратно похудеть, или похудеть еще раз, вы должны понять простую вещь. Начните кушать, так как я вам говорю, по одноразовому стаканчику. Примерно от двух недель до месяца у вас происходит, скажем так, эффект привыкания, и ваше тело привыкает потреблять пищи меньше. Что происходит за это время? Если вы начнете кушать каждые три часа, реально, вначале ставьте будильники, напоминалки в телефоне, неважно, кушать каждые три часа. Примерно ваша максимальная доза, это одноразовый стаканчик. В первый день, два, три, вам будет, может быть, немножко некомфортно, потому что вы же взяли и раскабанели, и привыкли жрать больше. Согласитесь со мной. У вас произойдет такая штука, что вот первые недели две вам будет трудновато. А после этого вы будете уже чувствовать, я говорю по своему опыту, вот я сижу перед вами, я не стесняюсь, я это конкретно говорю, открыто. Вы почувствуете, что вам уже как бы часы, телефоны не нужны. Вы сами, ваше тело будет само просить пищу примерно через три часа. Оно привыкнет. И когда вы начнете делать то, что я вам говорю, у вас желудок потихонечку уменьшится, и он будет под размер вашей пищи. Теперь я не буду говорить, что при этом кушать. Естественно, торты не надо. Я возьму килограмм торта или килограмм мороженого, съем, и будет у меня все хорошо. Естественно, нет. Мы должны прекрасно помнить, что если мы берем наше питание, возьмем нашу тарелку, примерно половина из этой тарелки должен быть белок какой-нибудь. Потом овощи, и уже потом, если место остается, это углевод, типа картошечка, рис и прочее. Я сейчас ем абсолютно все. Я не смотрю на то, что можно, то, что нельзя. Естественно, я не жру пироги с мороженым, хотя иногда могу себя побаловать. Это нормально. Я ем любую еду, любую пищу, но у меня уже организм привык кушать по чуть-чуть. То есть, если мы посмотрим на эту рубашку, эта рубашка на меня довольно громадная, но я еще в ней ходил где-то примерно месяца два тому назад, она была на мне хорошая. Сейчас, видите, она довольно, ну, реально громадная. Я принципиально пока не покупаю вещи. И у меня уменьшился еще живот. Я чувствую себя превосходно. Нет никаких проблем. Боли, что такое боли, ничего не знаю. Ноги стали... О чем говорить? О чем говорить? Не о чем говорить? Чувствую себя просто вот. Поверьте мне, этот способ работает. Теперь, мы не должны забывать об вот этих штуках, о витаминах. Кстати, я уже рассказывал, показываю, нашел одно средство, вот это вот. Ссылки, кстати, на все есть в описании в роликах. Это витамины для бариатриков, которые практически заменяют все вот это вот, то, что у меня есть. Тут есть все, что нам надо, и все в одной таблетке, в принципе. Но еще раз, если вы проходите по моей ссылке, да, вы можете получить через сайт Эйхерб 5% как минимум. Скидки на почти все товары, иногда даже больше, иногда 15, смотря, если есть распродажа, используйте промокод, проверяйте, если есть на него скидка. Все ссылки есть, вы описали. Не забывайте принимать витамины. Не важно сейчас, какие вы берете. Эти Сейхерба, которые беру я, мне разрешил их принимать мой врач, мой бариатрический диетолог. Спросите у вашего врача, подходят ли вам эти витамины. Не забывайте их пить, потому что, если вы не будете пить витамины, это может плачевно закончиться. Я уже про старых видео своих рассказывал, что может быть, если не пить витамины. Я знаю лично людей, у кого есть куча проблем. А на тему взламывания кода, может быть, многие из вас скажут, Женек, смотри, это масло масляное, мы все об этом знаем. Прекрасно, если вы знаете, почему вы не пользуетесь своими же методами, которые, блин, работают. Вы лентяй, вы глупый человек, не знаю, каждый решает для себя. И поймите еще одну вещь, если вы раскабанели после бариатрической операции, это не говорит о том, что вы болван, ни в коем случае, это говорит о том, что вы наркоманы. Так же, как и я. Мы пищевые наркоманы, мы любим жрать. Но поверьте мне, сегодня, если я вот был на дне рождения, я не пришел туда, чтобы жрать. Да, я что-то там поклевал, естественно, и пивка бахнул, да. Но еще раз, не вот такое вот количество пивка, да, но чуть-чуть, совершенно чуть-чуть, и мне было с этим довольно комфортно. Когда вы лишаете себя удовольствия покушать, у вас остается время на то, чтобы делать воистину хорошие и правильные дела. Если у вас остались вопросы и вы не поняли, что и как, пишите комментарии, заходите в группу на WhatsApp, ссылка тоже есть в описании каждого ролика, под каждым роликом заходите, спрашивайте вопросы, если не я, то кто-нибудь из группы вам точно ответит. А с вами был Евгений Пугович, до новых встреч, всего хорошего, чувствуйте себя хорошо и пока.